Саляму алейкум! Здравствуйте еще раз, дорогие друзья! Сегодня у нас очередной урок по арабскому языку, по учебнику Мабда-Уль-Кироа. И сегодня мы с вами пройдем, иншаллах, 26-й урок. Вот здесь написано Ад-Дар-Сус-Садису-Вал-Ишруна. То есть 26-й урок. Как всегда, здесь подготовительные слова есть к этому уроку, к этому тексту. Я их прочитаю, переведу, иншаллах, потом покажу эти же слова в ордовском документе. Потом прочитаем с вами и переведем уже текст. Итак, кафун, первое слово. Кафун, кафун, кист руки. Шарибун, шарибун, усы. Унукун, шея. Джафнун, джафнун, веко. Эн-Му-Лун, кончик пальца. Зуфрун, зуфрун, ноготь. Худбун, худбун, ресницы. Фахизун, фахизун, бедро. Тахрикун, тахрикун, двигать или шевелить тоже можно. Абадан, абадан, всегда или никогда. То есть, два противоположных, так сказать, значения. Зависит от контекста. В тексте, иншаллах, еще скажу. Эти же слова вот в ордовском документе. Кафун, кист руки. Шарибун, усы. Унукун, шея. Джафнун, века. Эн-Му-Лун, кончик пальца. Зуфрун, ноготь. Худбун, ресницы. Фахизун, бедро. Тахрикун, двигать. Абадан, всегда или никогда. Ла, нет. Ла, якзибу, не врет. Ас-суаду, черный. Аб-я-ду, белый. Надеюсь, со словами здесь все понятно. Теперь, что касается текста. Так, первое предложение. Шарибун, аб-я-ду. Шарибун, аб-я-ду. Белый, усы или си-ди-е, усы. Шарибун, ас-ваду. Шарибун, ас-ваду. Черный, усы. Унукин, طويل. Унукин, طويل. Мая-шия, длинная. Мая-шия, длинная. Ха-за л-худбу, ас-ваду. Ха-за л-худбу, ас-ваду. Дословно, если перевести. Эта ресница черная. Но мы будем переводить во множественном числе. То есть, эти ресницы черные. Унукука, косырун. Унукука, косырун. Твоя шея короткая. Твоя шея короткая. Ихфазу лисанакум миналкадиби. Ихфазу лисанакум миналкадиби. Берегите свой язык от лжи. Берегите свой язык от лжи. Аттильми дзульму аддабу ла яквибу абадан. Аттильми дзульму аддабу ла яквибу абадан. Воспитанный ученик ла яквибу абадан. Никогда не врет. Здесь слово абадан будем переводить как никогда. То есть, если контекст у нас отрицательный, слово абадан переводится как никогда. Контекст у нас отрицательный в смысле, что воспитанный ученик никогда не врет. Поэтому не врет никогда. А если контекст был утвердительным, был бы, тогда абадан всегда переводится. Например, в Коране халидина фи ха абата. Абадан. Обитатели рая в раю останутся навсегда, то есть вечно. А здесь, еще раз говорю, контекст у нас отрицательный, поэтому Абадан никогда переводится. Еще раз. Воспитанный ученик никогда не врет. Дальше. Лиматактубумактубака. Здесь вопросительный знак должен быть. Лиматактубумактубака. Почему ты пишешь, дословный перевод, свое письмо? А так будем переводить как, почему ты пишешь письмо? АЛЬ АУЛАДУЛЬ МУАДДАБУНА ЛАЯКЗИБУНА. АЛЬ АУЛАДУЛЬ МУАДДАБУНА ЛАЯКЗИБУНА. Воспитанные дети не врут. Можем добавить Абадан в конец. То есть воспитанные дети никогда не врут. ХОМСУ АНАМИЛА. ХОМСУ АНАМИЛА. Опять я бы сказал ХОМСАТУ АНАМИЛА. То есть цифру я бы поставил в женском роде, потому что АНМУЛУН у нас мужского рода. Получается пять кончиков пальцев. То есть пять кончиков пальцев. ХОМСУ АНАМИЛА. ХОМСУ АНАМИЛА. ТИ ЛЮБИШ АПИЛСИН. «А лимон ты любишь?» Это продолжение вот этого диалога, так сказать. То есть человек сначала спросил про апельсин, а потом сейчас спрашивает про лимон. «А лимон ты любишь?» «Ла». «Ла ухибуху». «Ла». Здесь обратите внимание, два раза надо сказать частицу «ла», отрицание. То есть «ла». Сначала вы говорите «нет». Отвечайте на его вопрос «нет». Прошу прощения. «Нет». «Ла ухибуху». «Не люблю его». Имейте в виду лимон. «Нет, я его не люблю». «Хада анфи». «Хада анфи». «Это мой нос». «Это мой нос». «Хада ра сука». «Хада ра сука». «Это твоя голова». «Это твоя голова». «Шаару джадди объеду». «Шаару джадди объеду». «Волосы моего деда седые». Дословно, если перевести, волосы моего дедушки белые. Но мы будем говорить седые. «Шаарибу абьи объеду». «Шаарибу абьи объеду». «Усы моего отца белые». Это дословный перевод. А так будем говорить «усы моего отца седые». «Ли кулли каффин хамсу». Должен быть «хамсату». «Ли кулли каффин хамсату асабиа. «Воли кулли исбаин зуфрун». «Ли кулли каффин хамсату асабиа». «Воли кулли исбаин зуфрун». То есть, на каждой кисти руки пять пальцев. А на каждом пальце есть ноготь. То есть, на каждой кисти руки есть пять пальцев. А на каждом пальце есть ноготь. Прошу прощения. «Шаару салимин асваду». «Шаару салимин асваду». «Волосы салима черные». Или у Салима волосы черные. ЛА ТАКЗИБ АБАДАН ЛА ТАКЗИБ АБАДАН Никогда, переведем, перевод начнем со слова АБАДАН. То есть никогда ЛА ТАКЗИБ не ври. Никогда не лги. ЛА ТАКЗИБУ АБАДАН ЛА ТАКЗИБУ АБАДАН Никогда не врите. Или никогда не лгите. ХУДБУ КА АСВАДУ ТВОИ РЕСНИЦЫ ЧЕРНЫЕ ХАУЛА ИТТАЛАМИЗУ ЛАЯКЗИБУ НА ЭТИ УЧЕНИКИ НЕ ВРУТ ЭТИ УЧЕНИКИ НЕ ВРУТ НАХНУ ЛА НАКЗИБУ АБАДАН НАХНУ ЛА НАКЗИБУ АБАДАН Мы никогда не врём. Мы никогда не врём. АТТАЛАМИЗУ ЛМУЧЬТАХИДУНА ЛАЯЛ АБУНА ВАКТА ДДАРСИ старательные или прилежные ученики не играют во время урока. Старательные ученики не играют во время урока. Давайте скажем, старательные ученики играют после урока. То есть мы в этом предложении «Ла» убрали и вместо «Вакта» поставили слово «Ба'да». Получается, старательные ученики играют после уроков. Почему твои братья не читают? Почему твои братья не читают? То есть не готовят свои уроки. Давайте ответим, скажем, потому что они лентяи. Ли анна хум кусаля. Ли анна хум кусаля. Потому что они лентяи или ленивые. Надеюсь, что здесь все было понятно. Если что-то было непонятно или какие-то вопросы есть, задавайте в комментариях, с удовольствием вам отвечу. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Ставьте лайки. Всем доброго здоровья. До новых встреч. Ассаляму алейкум. Субтитры подогнал «Симон»!